Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Деник Вебмастер. И в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о электрическом ошейнике для собак. Но рассказать не с хорошей стороны, насколько это классная вещь, а наоборот, рассказать, насколько это бесполезная, ненужная вещь и просто выброшенная на ветер деньги. Дело в том, что я для своей собаки купил вот такой вот электронный ошейник, электрический ошейник, думал с помощью его воспитывать собаку, дрессировать. Но буквально на второй день после того, как я попользовался этим ошейником, я понял, что эта вещь абсолютно ненужная. И это была большая ошибка заплатить деньги, купить вот этот вот ошейник. В свое время в ютубе я пересматривал разные видео. И вот люди в этих видеороликах рассказывали, что насколько классно использовать ошейник электрический, насколько собака становится послушной, когда вот этот вот ошейник используешь, когда используешь электрический разряд на собаку. Но я абсолютно сейчас с ними не согласен. И в этом видео я расскажу вам, почему, какие минусы использования электрического ошейника при дрессировке собаки. Но обо всем по порядку. Видео будет, может быть, достаточно длинным, потому что я хочу рассказать предысторию, почему я решил купить электрический ошейник, для чего он мне понадобился, чтобы вы понимали цели, почему, думаю, многие люди, так же, как и я, почему они могут захотеть купить такой ошейник для дрессировки собак. И потом уже я расскажу негативные последствия использования такого ошейника и минусы, почему он не нужен и, наверное, неэффективен. Вот так вот можно сказать. Итак, по порядку. Вот моя собака. Взял я ее из приюта. Ей было уже около двух лет, когда я взял собаку себе. Понятное дело, что какая-то модель поведения у нее уже была выработана. То есть определенные привычки, определенные навыки. И когда собака уже имеет вот такую определенную модель поведения, изменить ее очень тяжело. Но и вот когда берешь собаку из приюта, то, конечно же, есть риски, что собака будет невоспитанная, нужно затратить очень много времени на то, чтобы ее перевоспитать и научить тем командам, которые нужны тебе. А это очень трудно. Перевоспитывать всегда очень трудно, как и переучиваться. Вот если человек чему-то научился и научился делать что-то уже изначально неправильно, то очень тяжело переучиться. Вот, например, если мы берем гитару и научился играть на гитаре, но неправильно. Вот постановка рук неправильна. Ты привык держать гитару неправильно. Потом переучиваться, научиться заставить себя держать гитару правильно очень тяжело. Ну, это так, мы отошли от темы, да? Значит, и вот какие проблемы, с какими проблемами я столкнулся со своей собакой. В принципе, все отлично. Собака хорошо поддается тренировке. Собака ориентирована на человека. Она слушается, она дома не шкодничает, она ничего не грызет, не рвет. Но она становится неуправляемой, когда рядом какое-то животное. Не важно какое. Кошка, собака, белка, мышь, коровы, козы. То есть, все, что живое, все, что шевелится, она воспринимает это как возможность поиграться с ним. И она начинает бегать, гонять других собак, котов, гоняться за белками, ловить мышей. Даже в поле она роет их норы там. вот. И когда вот она видит вот такой вот раздражитель в виде другого животного, она становится неуправляемой. То есть, она не слышит никаких команд, хоть кричи, хоть не кричи, хоть что угодно. Что бы ты ни делал, она не реагирует. И два раза она даже убежала. Один раз недалеко, то есть, она была в поле зрения у меня. Она погналась за котом. А кот забрался на дерево и в принципе, я пока дошел, то я видел собаку, она была в поле зрения. Но если бы кот побежал дальше, то собаку я бы потерял. А второй раз она, мы вышли к речке погулять. Вот, в принципе, как и сейчас. Вот можете посмотреть, мы гуляем возле речки, там, где никто не мешает нам. Так вот, вышли мы погулять к речке. И здесь бабушка пасла коров. И собака набросилась на этих коров, но не с агрессией, чтобы там покусать как-то. А вот она восприняла это как возможность поиграть. То есть, она начала гонять по всему пляжу, по всей речке вот этих вот коров, где бабушка их выпасала. и было очень неприятно, конечно, вот такой вот случай. И даже погнав там корову, она забежала в лес, в общем, потерялась собака, где-то минут 15-20 я ее потом искал, и это было неприятно. Это было очень неприятно, я понял, что нужно что-то делать другое, то есть, команды не воспринимаются собакой, значит, нужно что-то делать другое. И я полез в YouTube и увидел вот эти вот электрические ошейники, где многие люди начали рассказывать, что классная штука, одеваешь на собаку, даешь разряд, как только она что-то делает не так, и собака сразу же тебя начинает слушаться, то есть, она бежит к тебе, и все отлично. Мне, конечно, очень сильно не понравилось то, что собака себя плохо ведет, она не реагирует на команды, поэтому я долго не думая купил ошейник, заказал его, пришел он буквально на следующий день мне, и вот сейчас мы перейдем к тому, почему это выброшенные на ветер деньги, почему это бесполезная вещь. Хочу отметить еще одну очень важную вещь, это то, что собака у меня достаточно послушная на поводку, то есть, она когда на поводке, мы выгуливаем собаку, то ведет себя очень-очень хорошо, она никуда не рвется, она не рвет поводок, не тянет его, и даже специально я работал так с собакой, чтобы проходить мимо котов, и приучивать ее к тому, чтобы она не реагировала на котов, то буквально в метре от кота мы проходим, если собака на поводке она как бы поворачивает голову в сторону кота, но даже не рвется к нему и нормально реагирует, но без поводка у нас большая проблема, когда я спускаюсь собаку с поводка, она понимает, что это для нее свобода, она может бежать куда хочет, делать что хочет, и вот, собственно, она это и делает, она занимается тем, что интересует ее, если она увидела какой-то движущийся предмет, белку, мышь, ежа, корову, козу, собаку, кота, она бежит за этим предметом, за этой живностью, и на команды хозяина она абсолютно не реагирует, вот такая вот проблема, ну, а теперь переходим к негативам, к негативному отзыву о электрическом ошейнике, почему это бесполезная вещь, почему это выброшенные деньги на ветер, значит, смотрите, заказал я ошейник, пришел он на следующий день, там есть три режима, вибросигнал, звуковой сигнал, и удар электрическим разрядом, электрический разряд я испытал на себе, то есть, прежде чем одевать на собаку ошейник этот, я, конечно же, попробовал, как бьет ток, там восемь, восемь уровней разряда, первый разряд так себе ни о чем, на первом уровне, на втором уровне уже ощутимый разряд, и на третьем мне показалось вот как раз в самый раз, то есть, третий, четвертый разряд, четвертый уровень разряда, можно выставлять, чтобы, как я думал, остановить собаку от каких-то негативных действий, окей, одели мы этот ошейник, вышли гулять, но пока собака на поводке, она ведет себя нормально и адекватно, то есть, проблем никаких, вышли мы в поле, да, собака там побежала в поле, когда я спустил ее с поводка, но из-за этого давать электрический разряд, чтобы остановить собаку, ну, смысла нет, поэтому я начал использовать вибросигнал, я нажал на вибро, собака остановилась, посмотрела на меня, ждала команды следующей, я, допустим, подзываю собаку к себе и она идет ко мне, но я буквально на третий раз, второй, где-то третий уже понял, что это бессмысленно, вот так вот использовать этот ошейник, почему, потому что до этого собака была ориентирована на меня, на мой голос, когда я, допустим, по кличке к ней обращаюсь, она останавливается, поднимает голову и смотрит, ждет следующей команды, а теперь получается я эту команду по кличке оклик ее по кличке я заменил на вибросигнал, ну, смысл менять одну команду на другую, причем вибросигнал это неэффективно, потому что электрический ошейник не всегда же ты будешь носить с собой, одевать на собаку и выгуливать собаку постоянно в электрическом ошейнике ты не будешь, поэтому вот вам минус вот этих всех вибросигналов, звуковых сигналов собака должна быть ориентирована на вас, то есть вы даете команду, собака сразу смотрит на вас и, конечно же, выполняет эту команду, поэтому вот вам минус вибро и звукового сигнала, что касается электрического сигнала, электрического разряда, два случая у нас таких было, когда мне пришлось применить электрический разряд и после второго случая я понял, что это бесполезная вещь. Первый раз собака рванула в поле, погнала по-моему мышей и там норы в поле и она начала рыть вот эти вот норы, пытаясь достать оттуда мышь. Я решил чисто попробовать дать разряд электрический, чтобы собака прибежала ко мне, потому что ни на какие команды она не реагировала. Она начала рыть яму, ее зовешь, она вообще даже голову не подымает, она сильно перевозбуждена и ей абсолютно плевать на то, что ты ей говоришь, как ты там кричишь и что бы ты ни делал, она на тебя даже не смотрит. я нажал на кнопку разряда, видно было, что разряд собак ударил, то есть она дернулась, но она подумала, что это то, что там в норе, вот это вроде бы как огрызнулось и укусило ее за шею. Из-за этого собака стала еще более возбужденной, она решила, что она уже близко к цели и начала рыть еще более интенсивно и пытаться достать оттуда ту живность, которая там в той норе. Я нажал еще раз на кнопку разряда электрического, собака еще более интенсивно начала рыть нору. То есть произошел вот такой вот сбой, когда собака не поняла, что это плохо, что чем больше ты роешь, тем больше разряда ты получаешь. Она наоборот начала больше возбуждаться и она подумала, что она ближе к цели. Поэтому вывод номер один. Даже если вы взяли себе вот этот электрический ошейник, с его помощью можно очень сильно навредить, можно испортить поведение собаки и она не будет понимать, почему возникает электрический разряд и где хорошо, где плохо. Ну и теперь второй случай, когда мне пришлось использовать электрический разряд, когда я его испытал, это случай, когда появился раздражитель в виде другой собаки. Мы гуляли в поле, собака моя была в нескольких метрах от меня и появился мужчина со своей собакой тоже выгуливал, тоже в поле они вышли. и вот моя собака естественно на меня не обращая внимания, не реагируя ни на какие мои команды, она побежала играться с вот этой вот другой собакой. Я сразу же решил использовать электрический сигнал, электрический разряд, для того, чтобы остановить свою собаку. Но сколько бы я не нажимал на кнопку электрического разряда, моя собака на это абсолютно вообще никак не реагировала. ей этот разряд был до лампочки. Почему? Потому что она была чересчур сильно возбуждена. То есть она увидела другую собаку, это для нее игра, это для нее сильное перевозбуждение и ей просто наплевать на вот тот электрический разряд, который ее бьет. Для нее вот этот электрический разряд стал чем-то похожим на укус комара, не более. то есть я видел, что просто наплевать собаке на этот разряд, причем разряд я даже установил на максимум, я настолько разозлился, что она не реагирует на меня, что я поставил на восьмой уровень, нажал на кнопку разряда, ничего из этого не получилось. Вот, поэтому какой вывод? Собака должна быть ориентирована на человека, она должна слушать вас, она должна реагировать на ваш голос. Если вы даете команду, она должна исполнять эту команду без всяких вот там жужжаний, без всяких вибросигналов, звуковых сигналов и тем более электрических разрядов. Если вы взяли себе щенка, то воспитывать его, я думаю, намного проще, потому что маленькая собака с нуля воспитывается лучше, чем собака, которая уже имеет определенные повадки. Что касается взрослой собаки, если уже выработалась допустим даже агрессия, то остановить ее вот этот электрический ошейник не остановит. Когда собака чересчур возбудилась, когда у нее на глаза упали вот эти вот шторки, она ничего не видит и ничего не слышит и никакой электрический ошейник ее не остановит. Вы посмотрите сколько в ютубе например есть видео, когда собака хватается мертвой хваткой в свою цель, в свою добычу и ее никакими ни палками, ни ударами, ничем нельзя отогнать. Вот то же самое и электрический ошейник. Если собака потеряет контроль над собой и вы потеряете контроль над собакой, то никакой электрический ошейник вам не поможет. Вы не остановите этим агрессию собаки и ничего поделать не сможете. Вот воспитывать собаку нужно изначально только чтобы она была ориентирована на вас, на своего хозяина. Это единственный и правильный способ воспитания и дрессировки собаки. А если вы взяли уже собаку более менее воспитанную, то вам нужно просто дальше продолжать ее воспитывать, дрессировать, чтобы она слушалась вас, ваших команд, смотрела на ваши жесты, на ваше поведение, слушала ваш голос. Вот это будет результат. И этого можно достичь, просто с этим нужно работать, работать постоянно, каждый день. Мне кажется, мы из-за своей лени выбираем, ищем такие простые легкие пути и начинаем пользоваться вот этими всякими электрическими ошейниками и подобными другими вещами, потому что мы хотим, чтобы был быстрый результат. А если мы хотим правильный результат, то не нужен вам электро ошейник, работайте с собакой, она должна вас слушаться без всяких вспомогательных других вещей. Ну что ж, думаю, на этом все. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и конечно же пишите свои комментарии под этим видео, о том, что вы думаете вообще о воспитании собаки и конечно же о такой штуке, как электрический ошейник.